Здравствуйте! Сегодня 6 января, 12 часов дня по Москве, в прямом эфире новости от Макси Маркетс. В нашем выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, недельный прогноз рынка Форекс, видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров, еженедельный выпуск Банкир ТВ. И обращаем ваше внимание, 9 января будет опубликован отчет по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, NFP. Не упустите возможность высокого заработка в короткие сроки. Для новых клиентов, пополнивших депозит, особые условия. Подробности вы можете узнать у представителей компаний. NFP – лучший момент для входа в рынок. И вначале о главных экономических новостях вторника. Австралия, Япония, Китай, Еврозоны, Великобритания и США опубликуют итоговые данные по деловой активности для сферы услуг своих регионов, а также композитные индексы, включающие в себя объединенные показатели по сектору услуг и производственной сфере. Кроме того, аналогичные показатели деловой активности за декабрь будут представлены и по ведущим экономикам еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании. Кроме того, Австралия опубликует итоговые показатели баланса внешней торговли за ноябрь, а в американской статистике будут опубликованы еженедельный индекс розничных продаж «Красная книга», композитный индекс АИСМ для непроизводственного сектора, включая индекс занятости от АИСМ, а также изменение объемов производственных заказов за ноябрь. Первые дни Нового года оказались весьма драматичными для европейской валюты, поскольку появление в СМИ сообщения о том, что Ангела Меркель считает вполне допустимым возможный выход Греции из еврозоны, стало настоящим ударом для быков, которые без того оставались в глухой обороне. Тема вероятного выхода Греции стала настолько актуальной, что сразу же заняла центральное место среди участников торговли. На рынке даже возник новый термин, обозначающий эту ситуацию. Грексит. Курс пары на этом фоне буквально рухнул уже при открытии недельных торгов. Сначала в нисходящем гэпе, а затем в стремительном падении курс пары пролетел более 140 пунктов и пробил минимальный июньский уровень 2010 года 1,1875. Тем не менее, этот уровень все-таки устоял, а евро-доллар, протестировав новый минимум 1,1861, довольно быстро вернулся к ключевому уровню сопротивления 1,19 и закрепился над ним. Далее до конца дня ценовая динамика пары стабилизировалась в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1,1975-1,1912. Медведи попытались было возобновить снижение, и после выхода в Германию негативных данных, продемонстрировавших резкое ослабление инфляции, начали активно продавать евро. Однако попытка была пресечена уже на уровне 1,1887, а курс пары вернулся в диапазон, завершив дневную торговлю на ценовом уровне 1,1932. В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционный подъем курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,1960, 1,1990, 1,2023 и 1,2074. После коррекции пары к недельному уровню разворота 1,2074 не исключаем возобновление снижения пары к ключевым уровням поддержки 1,20, 1,19 и ниже к предыдущему локальному минимуму 1,1861. Фунт доллар на открытии вчерашних торгов также испытывал шоковую реакцию рынка, узнав из сообщений СМИ о том, что канцлер Германии госпожа Меркель считает вполне допустимым выход греться из еврозоны. Курс пары на этом фоне не смог удержаться на прежних позициях и вслед за евро спикировал к новым минимумам, зафиксировав в основании снижение на отметке 1,5181. Однако состояние британской экономики продолжает поддерживать национальную валюту. Фундаментальная картина Великобритании выглядит значительно лучше ее ближайших конкурентов, а перспективы британского фунта, как и американского доллара, резко отличаются от направления монетарной политики Евросоюза. В этой связи курсовые спады валюты продолжают привлекать покупателей. Так произошло и в ходе вчерашней торговли. Быки по фунту выкупили падение пары, свернув ее к ценовому уровню 1,5319. Правда, курс вновь провалился вслед за выходом слабых данных по деловой активности в строительном секторе. Однако быки тут же реабилитировали валюту, возобновив ее коррекционный подъем. В итоге на закрытии торговой сессии курс пары преодолел уровень дневного разворота 1,5252 и закрепился над ним. И в нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление подъема британской валюты к ценовым уровням 1,5268, 1,53, 1,5321 и 1,5344. Рост котировок золота на вчерашних торгах изменил положение металла относительно его уровней сопротивления и поддержек. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 1208 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к ценовым уровням 1,212 и 1,219 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для золота расположилась на уровне дневного разворота 1,196 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1,189 и 1,181 долларов за унцию. И в нашем прогнозе по ценовой динамике золота на вторник предполагаем продолжение восходящей коррекции металла и его дальнейший подъем к следующим целям. 1207,44 доллара, 1210,58 доллара, 1212 долларов и выше в направлении ценового уровня 1,219 долларов за тройскую унцию. Серебро на торгах в понедельник продемонстрировало аналогичную ценовую динамику, также изменив прежние уровни сопротивления и поддержки. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 16,30 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 16,45, 16,70 и 17 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 16 долларов за тройскую унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к ценовым уровням 15,90 и 15,5 долларов за унцию. И в нашем прогнозе по серебру на сегодня также предполагаем дальнейший рост стоимости металла к целевым уровням 16,24, 16,45 и 16,70 долларов за тройскую унцию.